Всем привет! В сегодняшнем ролике я буду пересаживать свой фрагмипедиум. Даже не пересаживать, а переваливать. Он цветущий, но совершенно уже не держится в своем вазоне. Растение очень крупное. Сейчас я его поставила в такое керамическое кашпо. Идет новая розетка. Вот у него еще два цветка и там один бутончик в наличии. Ну, ждать уже невозможно, потому что он клонится в одну сторону. Красавчик до сих пор цветет. Вот, ну поехали. Для его перевалки я приобрела такой большой горшок Айрконс. Очень, это американские, по-моему, вазоны. Они очень хорошего качества, хвалят их. Вот, и будем, он более устойчивый. Чуть-чуть потяжелее. Сейчас объясню причину. Смотрите, растение все время вот так тянется к свету и он наклоняется под тяжестью. Поэтому я планирую его просто поставить. Сейчас убираем сфагнум. Сфагнума здесь много. Фрагмипедиумы все водохлебы. Они очень любят попить. Поэтому кора всегда практически мокрая. Освободила я от мха. Вы видите, все в корнях. Это остаток от старой розетки. Он уже ушел. Вот растет молодая. Она тоже... Этот фрагмипедиум имеет тенденцию расти лесенкой. Поэтому нужно его немножечко наклонить, чтобы от этой розетки корни пошли вглубь субстрата. Ну и более-менее его выровнять. То есть вот это никак не годится. И вы видите, вот я бросаю горшок и он опускается. Вынимаем растение из горшка. Фрагмипедиум имеет вот такие корни. Они мохнатые, вы видите. Вот особенно молоденькие корешки. Здесь все-все-все в субстрате. Так, на дно кораль. Я беру покрупнее фракцию. Ставим растение. Чуть-чуть его наклоняем. То есть тем самым мы выравниваем розетку и более-менее эту молодую розетку, чтобы она могла... Так, сейчас я еще немножечко его поверну. Вот так будет. И засыпаем уже более мелкой фракцией икоры. Видите, хотя бы он уже стоит, не переворачивается уже в достижении. Правда, вот нужно будет еще найти такой поддончик какой-то с высоким бортиком и квадратный, чтобы можно было установить его. Но я думаю, это не проблема. В крайнем случае можно взять какой-то пластиковый контейнер, судочек. Все пустоты заполняем корой. Там монолит из корней. Разобрать его очень сложно. Да, в принципе, и не нужно. Тут уже похлопывания не помогут. Просто засыпаем. Если где-то останутся пустоты, ничего страшного. Со всех сторон. Вот уже корешки у нас здесь. Очень крупный фрагмипедиум. Цветок держится где-то дней 21. Но с учетом того, что их в этом году, кажется, будет 5. То есть вот довольно-таки продолжительное время он цветет. Все лето. У меня и котлеи многие поотцветались. А он радует. Так, здесь прошлись. Сейчас еще последняя вот эта вот сторона. Все равно, конечно, он наклоняется. И будет все равно тянуться к свету, потому что освещение у нас из окна. То есть одностороннее. Ничего с этим, к сожалению, поделать нельзя. Так, пустоты я заполнила. Теперь берем мох с фауном. И очень хорошо. Подушка для фрагмипедиумов должна быть очень хорошая из мха. Поэтому мха нужно не жалеть. Я даже оборачиваю вот здесь. У основания молодых розеток корешки. Более-менее хотя бы стал устойчивый. Потому что это очень крупное растение. И полностью оправдывает свое название. Вот здесь сделаем вот так. Такую кочку, как не афинетия. Я понимаю, что через два года и эта посудина для этой махины окажется маленькая. Растет он и цветет исправно. Хорошее очень растение. Благодарное. Вот как-то так получилось у нас. Нужно будет еще даже выпрямить. Вот так сделаем сейчас. За счет цветоноса этого. Такая розетка. Вот такая красота у меня получилась. Фрагмипедиум пересажен. Теперь он стоит и не падает. Вы видите. Молодая розетка. Есть куда ей укореняться. Обязательно напою его водичкой. Последний раз полюбуемся его цветами. Вы видите, что этот цветок недавно только открылся. У него не такие длинные усы. Но это уже последние цветы. И усы у них несколько короче, чем были у первых раскрытых цветочков. Ну все. Всем спасибо за внимание. Рада, если видео окажется для вас полезным. Большое спасибо. Ставьте лайки. И до новых встреч на канале. Пока-пока.